В структуре контрольно-аналитического центра коллектив научно-исследовательской части занимает особое место. Его специалисты участвуют в разработке и внедрении в жизнь проектов перспективного развития компании, модернизации производства, совершенствовании технологических процессов и стабилизации действующей технологии. Реализация инвестиционных проектов также происходит с участием научно-исследовательской части КАЦ. Инвестиционные проекты от малого масштаба, такие как внедрение новых видов огнеупорной продукции, графитовые электроды, реагентика всевозможная. Эти инвестиционные проекты чуть ли не в ежедневном режиме происходят в одном, то в другом подразделении КОСК ГМК и сопровождаются с привлечением специалистов НИЧКАЦ. Конкретные примеры – это сейчас организуется работа по поставке в рафинировочных цех экспериментальных графитированных электродов, которые мы будем сопровождать, смотреть за их подельным расходом и оценивать другие техники, экономические показатели. Один из последних проектов более крупного масштаба непосредственно в пираметаллургическом отделении КАЦ был связан с участком брикетирования, пущенным в эксплуатацию в 2012 году. Буквально вчера вернулся из командировки, где две недели мы совместно с институтом гипроникелем, со специалистами института гипроникеля отрабатывали там использование нового вида связующего. То есть это проект, эти исследования были направлены на то, чтобы оптимизировать структуру затрат и улучшить технико-экономические показатели процесса брикетирования, в том числе улучшить качество брикетов, возможно. То есть работа такая курируется головным офисом, и очень серьезный объем работ там был выполнен. Коллектив пираметаллургического отделения также проводит научное исследование, связанное с поиском технических решений поставленных задач. В этом процессе не последнюю роль играет новое оборудование, такое, например, как индукционная печь, которая интенсивно используется в лабораторных исследованиях пираметаллургии. Как раз на этой печке проводились работы, связанные с изучением, как повлияет переработка этого концентрата на состав, качество продуктов плавки, как это отразится на работе плавильного цеха, отразятся ли вообще будут какие-то изменения, как будут распределяться микропримеси и так далее. То есть был выполнен комплекс исследовательских работ в лаборатории, он не связан с какими-то глобальными научными изысканиями, просто меняется состав шехты. Мы эту шехту моделируем в лаборатории, плавим, смотрим, даже элементарные вещи, такие как температура плавления, как разделение продуктов, химсостав и так далее. На основании наших данных в дальнейшем принимаются уже решения о способах переработки этого концентрата, куда его лучше направить и так далее и тому подобное. Коллектив перметологического отделения научно-исследовательской части КАЦ сравнительно небольшой, но опытный, слаженный, дружный, мобильный и многофункциональный, обладающий не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками. Мы желаем коллективу удачного исследовательского поиска и широких возможностей для научных изысканий.